дамы и господа снова всех приветствую это снова артем пустовар риэлтор в штате орегон пока что я очень рад что меня смотрят в орегоне в портленде и я передаю привет огромное макс максу from portland одному из моих подписчиков видимо числе первых и как который задал вопрос макс спасибо тебе огромное то что ты подписан респект задавай почаще таких полезных классных вопросов макс спрашивает спасибо за видео такой вопрос можно ли участвовать в аукционе планирую привлекать моргич для оплаты или эта история только про кэш какие варианты отвечаю макс моргич это займ который выдает коммерческий банк скорее всего либо куда там кредит юнион то есть финансовая организация которая очень щепетильно подходит к выбору не только лица которому она выдает этот самый займ но и типу недвижимости который под который этот займ выдается аукционы это очень рискованная штука очень рискованная для банка потому что банк не уверен не только в техническое состояние не только в техническом состоянии дома который скорее всего не будет соответствовать стандартам то есть обычно как правило дома на аукционах мягко говоря ушатанные очень редко когда можно найти дом который продается на аукционе в очень хорошем состоянии либо требующий такого чисто небольшого косметического ремонта и скорее он будет всего продан дорого но такие варианты есть второе второе это юридическая чистота то есть очень часто дома на аукционах достаются как секонд моргич то есть играется секонд моргич а ферст моргич то есть главный займ purchase money loan он остается висеть и человек видит дом который на аукционе он якобы выиграл за 150 200 тысяч долларов когда он узнает что на этом доме еще главный займ висит первый лон в размере еще 150 200 тысяч долларов дома рыночная цена которого допустим 300 тысяч то происходит очень грустная картина и человек тупо теряет деньги то есть он получает и заплатил за этот дом дороже чем его рыночная цена такое случается сплошь и рядом поэтому очень очень важно делать не только физическую физическую оценку дома который вы собираетесь купить на аукционе каком-либо то ни было онлайн или оффлайн но обязательно еще и делать title search title search в частном порядке заказывается тайтл компаний и то это я вам скажу потому что я на это натыкался не раз title search иногда может не показывать не все я один раз выиграл дом который был на auction.com и на нем оказалось 84 тысячи сити линов сити линов которые почему-то по предварительной оценке тайтл компания не увидела вот поэтому нужно заказывать не какой-то там поверхностный title search а заказывать как бы конкретное исследование платное исследование этого дома на предмет на наличие линов и после этого принимать решение стоит ли вам делать бит на на этот лот следующее очень важно я сейчас хочу подчеркнуть что на аукционах вы не покупаете дом по крайней мере на оффлайн аукционах вы покупаете лин то есть вы покупаете лин делайте ставку на лин и ваше дело и ваша ответственность разобраться что это за лин что это за лин и если там другие лин потому что есть лин и которые которые переходят на нового собственника вместе с этим домом а есть которые сгорают вот например если на доме существует несколько моргиджей если разыгрывается первый моргидж то есть тот моргидж он называется purchase money лин purchase money mortgage на который был изначальный который стоит на первой позиции позиция определяется по дате регистрации если дата регистрации 1 января одного лона и 30 января второго лона то первый лон является синер лином так так называемым это синер лин все остальные джуниор идут то есть если допустим 30 тысяч которые человек занял после того как он занял 200 тысяч на дом он вытащил эквити на 30 тысяч и вот именно эти 30 тысяч он не платит и именно этот это финансовое учреждение делает foreclosure вы покупаете вот этот лин вы не покупаете дом остальные 200 тысяч остаются висеть и поэтому если вы выиграете разные радостные выходите с court house steps и говорите вау такой дел начинаете обзванивать друзьям в конце будет очень все печально потому что окажется что еще 200 тысяч вы должны и пока вы их не оплатите вы не получите чистый тайтл вот так однако насколько я знаю привлекаются private money и hard money для некоторых игроков рынка если речь идет о онлайн аукционах когда покупается так называемая real estate owned properties то есть properties которые принадлежат уже банку на данный момент которые уже отобрали почистили все лины она уже находится в собственности банка и тогда возможно при привлечении таких средств это я слышал от инвесторов с которыми общался сам этим не занимался ну и кэш всегда welcome ребята кэш из the king в америке макс портланд большое спасибо тебе за вопрос надеюсь будешь таким же активным ребята всем привет это артем пустовар риэлтор штате орегон всем пока увидимся в следующем видео не забудьте подписаться на канал пока 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 Продолжение следует...